Неприятный запах с полигона Торбеева полностью ликвидируют в 2019 году. На предприятие начали внедрять инвестиционную программу по системе дегазации отходов. Это стало основной темой выездного совещания Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию. Мероприятие в Люберцах провели представители Министерства экологии Московской области, а также руководители различных структур городского округа. Объем погоды какой? 370 тысяч. Размещение отходов на полигоне. Значит, уплотнение, разравнивание и так далее. Это пересыпка всего полигона. Выездное совещание началось непосредственно на территории полигона Торбеева. Там представители Комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы ознакомились с деятельностью предприятия. Площадь объекта 25 гектаров. В год принимает до 370 тысяч тонн отходов из Люберец, Раменского, Жуковского, Котельников и даже Москвы. Это все вторичные отходы. Это вторичное сырье, которое мы получаем в сортировке. А куда деваете? На заводы, которые перерабатывают это все. Ну, здесь где ближайшие? В Калугу, в Калуге. Уже на заседании в местной администрации глава округа отметил, что проблема экологии и сбора бытовых отходов стоит крайне остро в Подмосковье. Владимир Ружицкий добавил, что поступает масса жалоб и нареканий от жителей. Однако, несмотря на это, Торбиевский полигон, по многим показателям, превосходит другие подобные объекты в регионе. И понятно, те, кто занимается поддельным бизнесом, они заинтересованы, чтобы этот процесс шел. И какие-то меры они принимают на сегодняшний день. Но сегодня есть совершенно другие технологии. И сегодня об этом говорит и президент, и губернатор Андреевич Воробьев, что нужно строительство мусоросжигающих заводов. И по секторам эти заводы определены. Вопрос о закрытии мусорных полигонов снова подняли еще в середине 2017 года. Сейчас эту тему активно обсуждают на всех уровнях власти. Цель одна – постепенно перейти на современные методы переработки отходов и рекультивировать действующие полигоны. В частности, и объект деревни Торбиева. Проектом эксплуатации полигона Торбиева предусмотрена и территориальная схема, которую утвердила правительство Московской области. Эксплуатация полигона завершается в 2021 году. И она как раз завершается рекультивацией. На заседании первый заместитель министра экологии и природопользования региона отметил, что сегодня в Подмосковье есть дефицит площадей по размещению отходов. И пока этот вопрос не решен, действующим объектам необходимо исправить недочеты. Так, на Торбиевской свалке отсутствует активная система дегазации. Оттуда и запах, на который часто жалуются жители. По словам директора предприятия, проект внедрения этой программы уже запустили на полигоне. В 2017 году мы заключили договор с российской компанией «Дисэнерджи». Это Санкт-Петербург, которая работала вместе со шведами. Работа по проектированию продолжается. Значит, планируем запустить систему свалочного газа, сбора свалочного газа в 2019 году. То есть это полный объем. Значит, планируем свалочный газ перерабатывать в электрическую тепловую энергию. Также на выездном совещании Комитета по экологии и природопользованию Московской области обсудили вопросы раздельного сбора, сортировки и вывоза мусора, благоустройства территорий СНТ и ряд других тем. А также выслушали обращения жителей. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.